В районе малоэтажной застройки в частном секторе на Вильямса может вскоре появиться очередная высотка. Вот за этими воротами вскоре начнется возведение двухсекционного 16-этажного здания ЖК Юпитер. В интернете уже вовсю идет продажа квартир в будущем жилом комплексе, как на официальном сайте ЖК, так и на сайтах компаний недвижимости. Правда, последние указывают, что у фирмы-застройщика нет необходимого пакета документов. То есть люди, приобретающие на данный момент виртуальное жилье, могут просто оказаться обманутыми. Ведь далеко не факт, что стройка дойдет до своего логического конца. Отсутствие пакета документов подтверждают и в городском ГАСКе. Мы выехали на стройплощадку, чтобы изучить ситуацию. Естественно, увидев телекамеру, рабочие захлопнули ворота и не шли на контакт. Как и руководство компании-застройщика, которому доложили о нашем визите. Мы телекомпания «Репортер». Вчера на аппаратном совещании городского совета появилась информация, что стройка ведется незаконно, что нет никаких разрешительных документов. Можно с кем-то пообщаться? Нет, никто. А кто знает? Ну, можете связаться с кем-то, чтобы нам... А? Связаться с кем-то, чтобы прокомментировали ситуацию. Я сейчас доложу, что вы пришли. Пока же на словах ведутся следственные действия, на стройплощадке кипит жизнь. Мы зафиксировали спецтехнику, выезжавшую с объекта. К слову, о том, что эта стройплощадка, никоим образом не сообщается. Необходимый информационный стенд с данными о строящемся объекте, сроках его сдачи, а также компании-застройщики отсутствует. В городском ГАСКе жалуются на нехватку полномочий надзора. Государственная архитектурная комиссия попросту не реагирует на ситуацию. А полиция пока ограничилась формальным открытием производства по факту самоуправства. То есть все инстанции знают о нарушении закона, однако застройщик спокойно продолжает вести подготовительные работы. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.